Живописные пейзажи в стиле импрессионизма, сюрреалистичная графика и заметки, дополняющие картины. Открытие выставки «Кистью и пером» самарского художника Евгения Казнина состоялось в областном художественном музее. Эта выставка, она совершенно потрясающая, потому что есть возможность поговорить с художником. Вот тот диалог, о котором он мечтал когда-то, и который даже в моей жизни состоял сегодня здесь, в музее, на юбилейной выставке, и я считаю, что все наши неравнодушные к музею, к художникам, коллекции, жители и гости музея обязательно должны прийти и попробовать ощутить на себе этот мир хрупкого и очень талантливого человека. Евгений Казнин родился в Литве, но большую часть жизни прожил в Самаре, где и создавал свои произведения. Он ушел из жизни в 2007 году, но друзья и коллеги с теплотой вспоминают о творце. Мы взаимно насыщали друг друга. Женя был невероятный, настоящий художник, сумасшедший в самом хорошем смысле слова. Прекрасный человек, я очень помню его, это настоящий художник. В этом году Евгению Казнину исполнилось бы 50 лет. Этой юбилейной дате и посвятили открытие выставки. В экспозиции 66 картин. Они завораживают и не оставляют равнодушными, а рассказывают посетители музея. Художник необыкновенный, звезда нашего города, самарский Ван Гог. Его так часто называют. Женя на подсолнухе – это не подсолнухи Ван Гога, это совершенно особый Женя на подсолнухе, который видел только он. Он, наверное, видел так, как сейчас. Смоделировать картинки может только искусственный интеллект под умелым руководством какого-то фантазийного художника. Живописные работы Евгения Казнина дополняют стихи и выдержки из его записных книжек. Часто художники даже там автограф не ставят, а у Жени вот и графика, она так очень подробно. То есть ему хотелось говорить, поэтому эта выставка, а она память. Память о художнике, который, к сожалению, рано ушел, но очень много хотел, стремился, торопился жить. И он это очень чувствовал. Часть работ в Дармузею передала мама Евгения Казнина. Выставку «Кистью и пером» можно увидеть в Самарском художественном музее до 22 сентября. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.